Продолжение следует... В школе посвящен Арбели. И мой доклад будет, как уже было сказано, посвящен мозговой системе когнитивного контроля. Ну, прежде всего, что такое когнитивный контроль? Значит, представьте себе, что утром вы встаете, смотрите на календарь и понимаете, что вам нужно сегодня встречать вашего друга, которого вы не видели 10-20 лет. И вы планируете, как вы можете поехать, встретить его в аэропорту, предполагаете, что, скажем, вы едете по скоростному диаметру, берете свою машину, едете, и вдруг у вас впереди плакат, который говорит о том, что вот там на скоростном диаметре ведутся работы, поэтому вам нужно поменять свой путь. Вы едете по Московскому проспекту, доезжаете до аэропорта, значит, валит толпа пассажиров, и в этой толпе пассажиров вы легко узнаете вашего друга, несмотря на то, что он посидел, полосел. Тем не менее, вы его узнали. То есть вот во всей этой истории человек пользуется системой когнитивного контроля. То есть он планирует действия, он детектирует конфликт, когда этот конфликт возникает, он принимает решения, меняет стратегию, он держит в рабочей памяти всю систему своих действий. То есть и вот это, все эти процессы достаточно сложные, осуществляются системой когнитивного контроля. И я в своем докладе хочу рассказать, как эта система когнитивного контроля может исследоваться с помощью доступных в лаборатории средств. И прежде всего я хочу рассказать о электрических потенциалах мозга, которые можно использовать для изучения системы когнитивного контроля. Ну, система когнитивного контроля – одна из многих систем, из которых состоит мозг. И здесь я схематически это представляю. То есть, как вы все хорошо знаете, у нас есть сенсорные системы в различных модальностях. У нас есть двигательная система, у нас есть аффективная система, которая прежде всего работает с эмоциями, осуществляет организацию эмоций. У нас есть различные системы памяти. Как вы знаете, есть несколько видов памяти. И соответствующие с этими несколькими видами памяти существует несколько систем памяти. Ну, и у нас есть когнитивная система, которая вот красным цветом схематически представлена. Здесь, ну, как понятно, в эту систему входят прежде всего лобные доли, но также сангулярная кора и базальные кангрии, естественно, с асталамическими ядрами. Ну, и, кстати сказать, и теменная часть теменной коры тоже входит в эту сложную систему когнитивного контроля. Значит, ну, как в эту систему можно изучать? Ну, прежде всего мы помним, что нейроны, они генерируют различные токи, электрические токи. Значит, когда эти токи текут в пространстве мозга, они, в свою очередь, генерируют потенциалы, которые можно регистрировать с поверхности головы. И вот здесь представлено ЭГЭН, 19-канальное ЭГЭН, записанное у здоровых человек, который выполняет определенный тест. Предъявление стимулах показано красными линиями. Ну, можно надеяться, что когда вы усредняете вот фрагменты, соответствующие предъявлению стимула, то вы можете найти, как мозг реагирует на определенные действия, на определенные события. И надо сказать, что это было сделано впервые в 1964 году. И первый, кто вот обнаружил некоторый потенциал, связанный с событиями, это был Грей Уолтер, английский невролог, который, в общем, записал элитические потенциалы в простом тесте, когда предъявляется предупреждающий стимул и триггерный стимул. Значит, предупреждающий стимул предупреждает, что что-то будет происходить, потом предъявляется триггерный стимул, когда человек на него должен каким-то образом реагировать. И вот между этими двумя стимулами возникала волна негативная, которую Грей Уолтер назвал contingent negative relations. Мы называем ее волной ожидания. То есть некоторая волна, которая связана с ожиданием человека последующего действия. Затем, примерно в это же самое время, группа ученых, в которую входил Роя Джон, это известный мероученый, который часто приезжал в Советский Союз, которого мы все хорошо знаем. Так вот, группа ученых, она исследовала, опять-таки, потенциалы мозга в очень таком простом тесте, в котором предъявляются большая вероятность стандартные стимула, предъявляются триггерные стимулы, которые запускают определенные действия, ну и предъявляются девиантные стимулы, которые каким-то образом отвлекают человека от его действия. И они зарегистрировали два вида волн, которые мы называем P300. Две разновидности. Одна волна, которая генерируется в ответ на действие, называется P3B. И вторая волна, которая генерируется на вот эти отвлекающие стимулы, на новые стимулы, которые называются P3A. Иногда ее также называются P3 новизны, NOLTI P3. Хочу, конечно, упомянуть здесь Риста Натана, нашего финского коллеги, который в 1978 году был первой со своими соратниками, который зарегистрировал так называемую mismatch негативности или негативность рассогласования, как мы ее называем. Эта волна была зарегистрирована в парадигме от бол, звуковой, то есть предъявляясь слуховые стимулы, стандартные, с высокой вероятностью предъявления девиантные. И вот в ответ на девиантные стимулы возникала волна в интервале от 100 до 300 миллисекунд, негативная, распределенная в лобных отделах кары, которая была названа mismatch негативности. И вот по существу еще, конечно, есть достаточно много различных волн, которые были зарегистрированы с помощью потенциалов, связанных с событиями. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что таких волн много, и несмотря на то, что мы уже в течение 50 лет пытаемся понять, ответ на вопрос, как эти волны, чем они генерируются, какие их нейронные механизмы, мы ответы на этот вопрос до сих пор получить не смогли. Ну, вот такая попытка была сделана в нашей исследовании нашей лаборатории. Мы попытались понять, в чем же функциональный смысл тех компонентов, которые регистрируются в головной мозгу в разных тестах. Мы выбрали тест на когнитивный контроль. Схематически он представлен здесь. Стимулы предъявляются парами. Животное, 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 растение, 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 растение и человек. Вероятности одинаковые. Интервалы между стимулами в паре одна секунда. Интервалы между пробами три секунды и инструкция нажимать на кнопку как можно быстрее, как нужно точнее на животное. Ну, после предъявления первого стимула, если это животное, человек готовится ко второму стимулу и в случае того, если это снова то же самое животное, он нажимает на кнопку. Ну, и понятно, что в интервале между первым и вторым стимулом мы имеем рабочую память, подготовку к движению и это все называется проактивный когнитивный контроль. Проактивный когнитивный контроль. И интервалы после второго стимула включают в себя детекцию конфликта, принятие решений, селекции действий и другие процессы, которые связаны с реактивным когнитивным контролем. То есть подготовка это называется проактивный когнитивный контроль и реакция уже так сказать действия оно связано с реактивным когнитивным контролем. Надо сказать вот здесь я попытался представить себе основные недостатки подходов с помощью метода потенциала связанных с событиями. И первый и такой серьезный недостаток он заключается в том, что потенциалы которые мы регистрируем они широко распределены по поверхности головы. То есть вы все знаете низкое пространственное разрешение ЭЭГ в отличие от высокого пространства разрешения функциональной МРТ. Хотя конечно во времени ЭЭГ и магнитная энцефалограмма они имеют очень высокое временное разрешение но пространство разрешения оно достаточно низкое. Связано это с тем что мозг он является объемным проводником он проводит электричество поэтому если у вас в каком-то месте в какой-то точке есть источник тока то этот источник тока он наводит потенциалы практически на всей поверхности коры головного мозга. Это первое то есть надо найти какие-то методы которые позволяют улучшить пространственное разрешение. Второе значит ну вызванные потенциалы которые мы регистрируем они характеризуются низким отношением сигнала к шуму. Является это следствие шумообразной спонтанной активности из которой выделяются потенциалосвязанные события с помощью усреднения. Ну как с этим бороться это понятно значит увеличивает количество проб а на таком групповом буром не это увеличивает количество испытуемых. Третья тоже такая серьезная проблема потенциалы представляют собой сумму потенциалов которые генерируются распределенными источниками распределенные имеются и во времени и в пространстве что является следствием сложной эротические организации функциональных систем мозга. Чтобы понять это достаточно взглянуть вот на этот слайд справа вы видите рисунок он взят из нашего совместной статьи вместе с Риста Натаненом здесь мы вживляли я имею ввиду нейрохирурги вживляли электроды для диагностики и лечения в мозг больных эпилепсии с тем чтобы с целью обнаружения фокуса в мозгу и мы регистрировали мисс мэйши негативности негативность согласования и видно что вот вызванные ответы в разных областях головного мозга здесь это различные слуховые зоны продуманные 41 42 и 22 эти участки генерируют совершенно разные ответы это первое и второе мисс мэйши негативности в этих участках выглядит совершенно по-разному то есть понятно что то что мы видим на скальпе это есть сумма активности которая генерируется в различных пространствах распределенных областях мозга и это мисс мэйш негативность достаточно простой феномен поэтому если идет речь о когнитивных потенциалах то конечно здесь проблема становится особенно острой и так значит как решать эту проблему как решать проблему объемной проводимости мозга здесь наглядно она представлена то есть если у вас есть локальный источник тока токовый диполь то он генерирует потенциал который широко распределен по поверхности коры мало того этот потенциал очень сильно зависит от ритации самого диполя и поможет нам в решении этой проблемы объемной проводимости тока уравнение пуассона которое взято из электростатики которое связывает по существу плотность тока втекающего и вытекающего из мембраны нейронов с второй производной пространственной второй производной от потенциала вот эта вторая производная называется оператором Лапласа то есть по существу если мы хотим перейти из пространства потенциала в пространство источников тока мы должны просто взять оператор Лапласа над потенциалом что в общем в принципе можно сделать это не очень сильно сложная задача ну вот для физиков это все понятно а вот для людей которые не являются физиками кажется этот рисунок он поясняет что я имею ввиду смотрите у вас есть у нас есть два источника тока два источника потенциала которые располагаются вот по оси x в точках c и g и эти два источника они генерируют общий потенциал который представлен здесь такой зеленой линии и понятно что глядя на это потенциал вы не можете сказать ничего о тех источниках которые его генерируют но если вы возьмете первую производную а потом возьмете вторую производную то сразу вы видите что да вторая производная она вам указывает на то где находятся источники тока которые генерируют эти потенциалы поэтому значит это задача то есть это мировая литература вот задача называется так сказать приведением к монтажу плотности источников тока current source density она в принципе нарешена есть соответствующие алгоритмы как вы знаете в нашей лаборатории была разработана программа которая позволяет анализировать ЭГ вызванные потенциалы коллективные вызванные потенциалы называется ВИН-ЭГ и ВИН-ЭГ вот этот алгоритм реализован и здесь я просто показываю ЭГ которое записано у здорового испытуемого в референтном монтаже ЭГ в общем среднем монтаже и ЭГ в монтаже плотности источников тока ну и если посмотрите на электроды то видно что плотности источников тока отчетливо видно появление вспышки тета-активности фронтал мидлайн тета-ритм который практически отсутствует в остальных монтажах то есть я к тому что этот монтаж действительно позволяет видеть какие-то локальные источники токов и очень неплохо это делает но давайте остановимся на нашем тесте в этот гоу-ноу-гоу-гоу-тест зеленая линия это гоу-словие красное литие ноу-гоу-словие и черная линия это история когда человек должен игнорировать всю пробу и ну видно что действительно мозг реагирует в этом тесте по-разному по-разному на эти три категории стимулов и когда предъявляется стимул предупреждающий означает что к следующему стимулу нужно готовиться возникает волна P3 и она имеет вот такое распределение теменное в основном распределение дальше возникает волна негативная волна волна ожидания она имеет вот такое распределение и когда появляется гоу-стимул человек нажимает на кнопку возникает вот такой положительный потенциал и когда человек должен воздержаться от нажатия кстати возникает потенциал значительно больший по амплитуде и имеет такое более лобное распределение но видно что потенциалы они достаточно сильно перекрываются друг другом и хотя мы знаем что в этих потенциалах в этих процессах там замешаны много различных процессов ну вот не представляется возможно сказать что-либо конкретное об этих процессах которые составляют эти потенциалы ну давайте теперь применим вот перейдем от потенциалов к описанию с помощью источников тока монтажа источников тока и посмотрим как это выглядит те же самые потенциалы но уже в другом монтаже и топографии различные отличные то есть это гол очень сильно отличается от распределения ноут они почти не перекрываются п3 кью тоже тоже очень сильно отличается от распределения сенвит то есть вот налицо отражение локальных свойств сигналов ну и здесь на этом слайде представлены сравнения вот в референтном монтаже потенциала и потенциала в currency density ну как вы видите большая разница теперь значит как решить проблему низкого отношения сигнала шума вот здесь я представлю значит слайд на котором я пытался сформулировать эту проблему вот это ну какая-то категория символов вот одна проба вторая проба третья проба это эгэ спонтанная эгэ которая является спонтанной с одной стороны с другой стороны частью является вызванной ну вот усредняете 10 усреднений 25 50 200 ну и видно чем больше усреднений тем лучше становится кривой и вот шум он исчезает и отношение сигнала к шуму определяется корнем квадратным из числа усреднений то есть если вы хотите увеличить сигнал к шуму в 10 раз то количество проб должно быть 100 и собственно вот этой идеей мы придерживались и в наших исследований постановки наших исследований в организации тестов то есть мы обычно ну когда когнитивные потенциалы регистрируются мы обычно предъявляем 100 проб а вот когда регистрируются маленькие потенциалы такие как мисмешнегативность и конечно количество проб должно быть увеличено порядка 2000 стандарта проб мы обычно предъявляем значит вот это слайд иллюстрирует иллюстрирует другую идею что в мозгу существует несколько источников расположенных в различных пространствах в различных областях в данном случае коры головного мозга у нас есть электроды и каждый электродов он берет на себя то есть регистрирует такой суммарный потенциал от разных источников с разными естественными весами которые зависят от расстояния от данного электрода до соответствующего источника и вот наша задача это как раз определить вот эти источники которые эти потенциалы генерируют то есть математически это может быть сформулировано следующим образом то есть x это то что у нас есть все потенциалы которые мы регистрируем с это источники этих потенциалов или источники тока если хотите в другом представлении а а а это матрица достаточно большая колонки этих матриц они собой представляют собой топографии вот этих источников и по существу наша задача в том чтобы найти соответствующую матрицу матрица вот эта матрица она называется матрица смешивания нахождение этой матрицы смешивания оно естественно позволит решить уравнение для источников тока но главное как это найти главное как это найти и существует несколько подходов к решению этой проблемы сама проблема называется слепое разделение источника blind source separation и один из методов называется метод независимых компонент который схематически представлен на этом рисунке то есть после что у вас есть координаты x1 x2 есть два процесса и задача заключается в том что чтобы перейти от старых координат к новым координатам и старые координаты это просто линейная комбинация вернее новая координата это линейная комбинация старых координат казалось бы задача достаточно простая и кстати сказать она очень легко решается но предполагает есть серьезное предположение предполагает что случайные процессы S1 и S2 в данном случае являются не стационарными стационарными и не гауссовскими ну и естественно мы предполагаем что они вот эти процессы они взаимно независимы надо сказать что скажем артефакты глазных движений осцилляции альфа скажем осцилляции тета осцилляции спонтанная га спайк медленная волна миограммы они все удовлетворяют этим условиям поэтому их вытереть из спонтанной га просто одно удовольствие и мы эти методы используем скажем для коррекции артефактов глазных движений например миограммы но если мы говорим о когнитивных вызванных потенциалов то понятно что они являются процессами не стационарными и здесь нужно использовать другие методы и вот мы остановились на методы совместной дегрализации матриц ковариации то есть у нас есть много-много записей потенциалов у многих испытуемых скажем в одном и том же тесте мы строим матрицы ковариации и потом из линейных комбинаций исходных электродов мы составляем такие комбинации чтобы матрицы взаимной ковариации были диагональными то есть алгоритм кстати сказать работает достаточно быстро и очень эффективно ну и дальше я хочу рассказать как это все можно сделать в отдельном исследовании посмотрите значит я уже рассказал о том что мы составили такой нового тест который позволяет нам ответить на вопросы о проактивном реактивном когнитивном контроле ну понятно что вот в этом тесте есть такие зрительные сенсорные компоненты и которые достаточно сложно отличить от чисто когнитивных компонентов то есть они перемешаны и для того чтобы разделить сенсорные и когнитивные компоненты мы придумали вот такой эксперимент такое исследование в котором предъявляли три вида проб каждое тестов три вида тестов каждый тест по 20 минут в каждом тесте количество проб в данной категории символов 100 и здесь представлены вот эти тесты значит в первом тесте называется сим животное животное одно и то же и на него нужно нажимать на кнопку кроме этого есть пассивная конструкция когда предъявляется растение растение и животное растение значит дальше есть тест див в котором стимула на который нужно нажимать на кнопку это животное животное но животное разное и растения растения тоже растения они разные это второй тест див и в третьем тесте который мы условно называем АП Animal Plant в котором нажимать на кнопку нужно не на Animal Animal а на Animal Plant извините на животное растение задачи ну понятно отделить сенсорные компоненты от когнитивных поскольку здесь есть как бы предупреждающий стимул и есть интервал подготовки задача это отделить компоненты проактивного когнитивного контроля от компонента реактивного когнитивного контроля то есть интересно посмотреть а что чем эти компоненты отличаются друг от друга. Естественно, принять меры по увеличению сигнала из шума, то есть количество проф. в отдельной категории 100, и количество участников, хочу отметить, 200. То есть когда у вас есть такое количество участников, у вас есть надежда, что вы сможете достаточно слабые сигналы выделить и шума, и более того, с этими сигналами что-то сделать. А делать придется достаточно много с математической точки зрения. Но, естественно, решать задачу мы будем не в терминах потенциалов, а в терминах плотности источников тока. Мне кажется, я вас убедил в том, что они это позволяют, иначе взглянуть на саму постановку задачи, ну и для дохождения компонента использовать метод взаимной деганализации матрицской вариации. Ну, вот так выглядят потенциалы для трех тестов. Это СИН, ДИФ и АП. ТЕСТЫ И ТОПОГРАФИИ РАЗЛИЧНЫХ БОЛ. Ну, в принципе, вы видите, что, ну, во всяком случае, ТОПОГРАФИИ ПОХОЖИ. И, в общем, это говорит о том, что это действительно когнитивные тесты, в которых возникают когнитивные потенциалы. Ну, дальше мы составляем глобальную мощность поля, точнее тока, поскольку мы в терминах плотности источников тока. Отчетливо видно, значит, три пика, которые соответствуют трем этапам переработки информации. Значит, на основе вот этих данных мы выбираем эпохи анализа. Затем мы используем байсовские информационные критерии. Мы определяем количество компонент отдельно для проактивного, реактивного когнитивного контроля. Ну, когда мы эту задачу выполнили, она достаточно сложная и требует достаточно большого времени. Но вот в данном случае мы это определили и применили метод слепого разделения источника. И вот что у нас получилось. То есть вот есть у вас потенциалы, скажем, в go-no-go тесте. И тест этот симп, когда, значит, животное-животное одинаковое, вот вы применяете этот метод. В данном случае это реактивный когнитивный контроль. Ну, и вот такие компоненты уделяются. Каждый компонент, понятно, характеризуется топографией и характеризуется динамика. Go – зеленый свет, no-go – красный свет. Ну, в данном случае. Вот. Ну, это немножко другое представление опять-то того же самого. На самом деле показывает, что компоненты можно разделить на две группы. Одна группа – это когнитивные компоненты, вот представленные справа, в которых ответы на go-no-go стимул, они похожи друг на друга, то есть это когнитивные потенциалы. И разница, эти разницы тоже, они достаточно схожи между собой. А это вот сенсорные, в которых ответы, они в большей степени зависят от того, что предъявляется, какой стимул, животное или растение. И разницы, они, как видите, инвертированы. То есть это вот сенсорная система, это когнитивные системы мозга. Ну, давайте когнитивные потенциалы рассмотрим. Это лобный компонент, вот это его топография. Видно, что он присутствует во всех условиях. И в проактивном когнитивном контроле, в реактивном и в пассивной конструкции. И этот компонент, как видно, у него эта топография одинакова для всех условий. И он характеризуется отчетливой волной N200, реакцией N200, которая усиливается в ответ на изменения доминантной установки. То есть у человека есть определенная установка в разных ситуациях. И вот если происходит изменение такой доминантной установки, то возникает N200, мы его называем N250, потому что он действительно пик его в 250 миллисекунд. И только в реактивном контроле, требующем подавление действия, вот этот негативный ответ, он сопровождается последующей P3 реакцией. И, как вы видите, в проактивном контроле возникает отчетливая негативная составляющая во время подготовки человека к появлению следующего стимула. Кто знает литературу по СНВ, вы знаете, что СНВ разделяется на две части, терминальную и ориентировочную. Вот эта часть является в терминах СНВ. Это ориентировочная часть СНВ. И функция, ну функция понятная, это детекция и мониторинг конфликтных ситуаций. Следующий компонент, он возникает только в активных конструкциях, то есть связан с подготовкой к действию, то есть проактивный контроль. Вы видите, вот это Q-но-O-Q. Вот когда предъявляется животное на первом месте, возникает вот такая отрицательная реакция, она отсутствует совершенно. Когда на первом месте предъявляются растения, и этот компонент также генерирует соответствующим образом Goal реакции и No-Goal реакции в диапазоне P300, то есть он связан, оландический компонент мы ее называем, с подготовкой и активацией программ действий. То есть вот человек, он формирует программы соответствующих действий, и вот подготовка к этим программам возможным и активацией соответствующих программ, она связана вот с этим компонентом. Дальше центральный семенной компонент, он связан, как вы видите, с рецепротами, то есть антагонистическими, положительными, негативными реакциями на Goal и No-Goal стимула. Смотрите, Goal – это положительная такая реакция, а No-Goal – это отрицательная реакция. И, кстати сказать, вот эта, так сказать, push-pull реакция в ответ на Goal и No-Goal стимула, она характерна для нейронов и для потенциалов, которая наблюдается в сети обратных связей кора базальной ингангрии, таламус-кора. Ну, все вы знаете, что я долгое время занимался изучением этих систем мозга с помощью вживленных веградов. Мы регистрируем импульсную активность нейронов и локальные потенциалы мозга. И мы показали, что и вместе с другими исследованиями, которые мы делали на животных, что существует такая сложная система связи в мозгу. То есть кора, большая часть коры, за исключением первичных отделов, она почти топографически проецируется в стариатом. В стариатом тоже, сохраняя топографию, проецируется бледный шар. Из этого бледного шара проецируется в таламус, а затем обратно в кору. И вот, так сказать, вот такая петля обратной связи. Красным это возбуждающие, и синим это тормозные связи. Ну, я думаю, что все вы знаете, сейчас это стало классикой. Кстати, когда мы стали этим заниматься, все нам говорили, ну как, базальные ганглии, они участвуют в организации движений, но никакое отношение к когнитивной функции, инсессуарной функции не имеют. А нет, оказалось, что есть петли обратной связи, которые ответственны за когнитивные функции и за сенсорные функции отдельно. Ну и другой вопрос. Что я хочу сказать, что вот на самом деле существует два пути. Один путь связан с активацией гола нейронов, а другой путь связан с активацией нового гола нейронов. И, как вы видите, вот в таламусе эти активации нейронов, они имеют противоположный потенциал, позитивный, негативный, но это, естественно, отражается и потенциалов, которые регистрируются на коре. То есть понятно, что вот этот потенциал, вот этого компонента, судя по всему, связан с работой вот этих сложных систем в базальной ганглии. Теперь центральный компонент. Ну, смотрите, этот компонент, он регистрируется только в реактивном когнитивном контроле и только в ответ на ноу-гоу-пробы. То есть понятно, что он связан каким-то образом с подавлением. И у нас же есть один компонент, который связан с нового голого реакциями. То есть можно представить себе, что эта функция, она отражает какое-то глобальное подавление возможных действий. Ну, и есть теменной компонент. Он возникает как в проактивном контроле, так и в пассивной, кстати, конструкции. Но я не буду долго вдаваться в этот компонент. Но я хочу сказать, что функция его более-менее тоже ясна. Он связан с активацией, вот ассоциацией стимула-реакции. То есть мозгу, когда вы даете соответствующую инструкцию, вот стимула, они каким-то образом ассоциируются с возможными реакциями. То есть животное-животное должно вызывать реакцию нажатия на кнопку. И эти ассоциации, они хранятся в мозгу. И вот реактивация этих ассоциаций, она связана вот с этим компонентом. Ну, есть. Слушайте, мне осталось только всего 10 минут, а я еще только дошел до сенсорных компонентов. Но очень коротко. Сенсорные компоненты, они отражают, они кодируют категории стимула. Смотрите, здесь я представлю вызванные ответы отдельно для животных и отдельно для растения. И это разница между ответами на животное и растение. Видно, что вот две компоненты, они кодируют категории стимулов по-разному. Ну, значит, вот этот компонент зрительный, затылочный, он это делает, то есть на одной стадии, 100-200 миллисекунд. А вот этот компонент теменной кодирует категории стимулов на двух стадиях. Теперь дальше. Смотрите, значит, у нас два теста. Тест сим и тест див. В сим животное и животное одно и то же, то есть есть повторение, repetition, и в див животное и животное, они разные. И вот здесь представлены ответы вот этого компонента, животное и животное разное, а это одинаковое. Видно, что когда, скажем, стимула одинаковые, физически, то возникает уменьшение вот этого P2 компонента, которое в разницу отражается в компоненте M250. Ну и, кстати, происходит это и в активном, и в пассивных конструкциях. Объясняется это следующим образом, что часть нейронов теменной коры они получают входы, а зрительно-затылочные коры, так называемые bottom-up входы. И вот это считается посредством базальных дендритов. Эти же нейроны получают входы от лобных отделов коры, top-down входы через уже эпикальные дендриты. И вот эти нейроны, они работают как детекторы совпадения, и они генерируют, так сказать, пачки импульсов, когда происходит совпадение bottom-up и top-down воздействия. И это все приводит к активации нейронных детекторов и отражается в M250 в волне височных компонентов. Ну, у меня не так много времени осталось, поэтому очень коротко как эти скрытые компоненты ведут себя при различных заболеваниях мозга. Значит, вот у нас мы собрали такие данные, нормативная база данных достаточно большая, по крайней мере для одного теста она включает в себя тысячи человек, дети с нарушением внимания 200, взрослые 100, аутизм 50, шизофрения 100, синдром ОКР 100, болезнь Паркинсона 50, посттравматическое расстройство 50, синдром и болевое синдром 50 человек. То есть, видите, цифры достаточно большие, для того, чтобы действительно что-либо можно было сказать, нужно действительно выделить сигналы шума, и это достигается со ценой достаточно больших напряжений, то есть, достаточно много испытуемых приходится регистрировать. и здесь я показываю, как, какие различия между тремя группами, это норма, больные депрессии, больные шизофрении, в компонентах, причем компоненты реактивного когнитивного контроля, и разница на угол-угол, то есть, это не просто активация соответствующего образа мозга, а это активация связанная вот с определенными психологическими, психическими процессами, скажем, психический процесс детекции конфликта или психический процесс подавления при повторении. Ну, и видно, детали не будут даваться, ну, например, вот этот компонент, компонент глобального подавления, смотрите, в норме и при депрессии он одинаков, а практически отсутствует у больных с шизофренией. этот компонент, лобный компонент детекция конфликта, значит, у больных депрессии, вот сам детекция конфликта, она такая же, как в норме, но мониторинг конфликта, он меньше по амплитуде и плотентности увеличен. А вот смотрите, красным это больные на шизофрении, практически нет детекции конфликта и отсутствует мониторинг конфликта. А посмотрите, вот этот компонент, безсочный компонент, он практически одинаков, гола, но гола разница, это repetition suppression процесс, он одинаков для всех до трех групп людей. Так, коротко, затылочный компонент, этот компонент, как вы знаете, он кодирует категории стимулов, он также очень сильно определяется эмоциональным содержанием, и за счет чего, как вы знаете, информация из вентрального пути передается в структуру, которая называется амигдал, амигдал это вход в эффективные системы, и она реагирует на стимулы, которые имеют эмоциональное содержание, негативные положительные эмоциональные положительные стимулы, особенно негативные стимулы, и за счет обратных связей оно активирует вот этот вход, если стимул является эмоциональным значимым. Ну, это делается реакция активации, и затем активация амигдал, она уменьшается, есть группа больных, они называются это заболевание называется general anxiety, то есть тревожность, тревога, и в этих случаях вот они головы постоянно активизируются, и за счет вот этих пяти обратной связи оно воздействует на вентральный путь, вентральный путь это N1 компонент, и N1 компонент вот он у больных с тревожностью он увеличен, то есть вот нерти это N1 компонент хороший индекс тревожности. Теперь дальше. Вы височные компоненты, если помните, там есть так называемая N1 170 волна, N1 70 дирекция, эта реакция увеличивается при предъявлении лиц вместо животных. Понятно, мы живем, так сказать, в сосеной, для нас лица являются значимыми, и, конечно, область представления лиц височной коре, она значительно больше, область представления растения, ну, и все из-за этого, конечно, вот эти символы, они вызывают больше, амплитуды волны N1 170, и у детей с аутизмом, high-functioning autist spectrum risotto, у них вот этот гентральный путь, он нарушен, что в общем регистрируется, представлено на этом слайде, но это мне так кажется, что уже остается у меня совсем мало времени, поэтому давайте я перейду к заключению, итак, переход к плотности источников тока решает проблему объемной проводимости мозга, то есть, если вы хотите улучшить пространственное разрешение своих данных, переходите к плотности источников тока, но по крайней мере делайте это вместе с анализом потенциалов. Дальше, выбор большого числа проб в тесте и большого числа испытуемых решает проблему низкого отношения сигнала к шуму, как в наших случаях N количество проб 100 и количество испытуемых 200. дальше использование метода метода слепого выделения источников решает проблему скрытых источников токов потенциалов связанных событиями. Опять-таки это можно сделать используя ВИНРГ. Все эти методы включены в состав программ этой системы ВИНРГ. Поэтому вперед ВИНРГ является мощным оружием в руках начинающего нейрофизиолога. Ну, смотрите, осталось 1-2 минуты для вопросов. Я, в общем-то, закончил. Спасибо огромное. Очень интересно. Вопросов лично у меня много. Я бы на 1-2 минуты. Но я вижу вот тут Екатерина Станкова хотела задать. Юрий Дмитриевич, у меня два вопроса. Первый такой более практический. Нужно ли нам что-то иметь в виду при переходе к монтажу плотности источников тока? Например, могут ли у нас смениться полярности каких-то волн или что-то такое? Вообще говоря, да, сигнал меняется, конечно. Сигнал меняется и уже, так сказать, представление несколько другое. Поэтому переход от потенциала в плотности источников тока, он требует переосмысления многих вещей. Да, и, так сказать, там же мы не рассуждаем в точности полярность положительного и негативного мы рассуждаем в терминах истоки, истоки. Это разные вещи. То есть фактически желательно иметь тот и другой вариант вызванных потенциалов. Конечно, конечно, конечно. То есть вот не имея потенциалов и не понимая, что там происходит, переходить плотности из той источника тока это безумие. Конечно, конечно. Вот, и второй вопрос такой более теоретический. Правильно ли я вас поняла, что вот эти вот как бы топ-даун процессы, которые вот связаны с ожиданием, как бы с некой такой преднастройкой на какую-то там, ну, с выделением трейсеров, с преднастройкой на поступающую информацию, они отражаются в сенсорных компонентах, то есть там вы говорили в N200. Я отражаюсь в сенсорных, что касается, так сказать, обработки зрительной информации, да, но они также есть и в когнитивных процессах, я просто об этом не говорил, конечно. А когнитивные это вот на вскидку так, не можете сказать, какие-то? Ну, когнитивные это то, что я вначале рассказывал. Я сначала рассказывал о когнитивных компонентах, а потом я стал рассказывать о сенсорных. На сенсорных я на теменной компоненте более подробно я, так сказать, попытался объяснить, как можно объяснить вот это явление, которое мы там наблюдаем. Но, конечно, топ-даун и ботом-ап процессы есть и в когнитивных несомненно. То есть это не вызывает сомнений, и там тоже есть компоненты, связанные с ожиданием. Спасибо большое. Я все-таки позволю себе один вопрос, Юрьевич. Вот абсолютно согласна, что большее число проб и количество испытуемых решает проблему. И тем не менее, вот конкретно про себя, допустим, когда мы работаем с детьми, большее количество проб чисто физически, там невозможно есть ограничение по времени. Вы можете определить какой-то предел у вас большое количество сравнений, да, вот минимального для требований. Смотрите, все-таки количество проб определяется чем? амплитуды того потенциала, который вы собираетесь обнаружить, то есть, если это не смеш-негативность, то амплитуда полтора-три микровольта, это маленькая. А если это П-3 Гоу, то амплитуда там может достигать пяти, у детей может достигать там 15-30 микровольт, совсем другие вещи, понимаете, и в одном случае вам может быть достаточно 50 предъявлений, а в другом случае вам недостаточно 500 предъявлений, то есть, это разные вещи, но все зависит от того, что вы хотите, какой процесс, какой потенциал вы хотите изучать. Спасибо, конкретно было на 400, но я сейчас уже позволю себе дать вопрос Петру Дмитриевичу Брежестовскому, он руку поднял, а тогда сама уже попробую написать. Спасибо большое, очень интересная лекция. У меня вопрос к пластичности мозга, дело в том, что для того, чтобы получить сигнал, для того, чтобы уменьшить, вам нужно делать много проб, там 200, но для того, чтобы уменьшить амплитуду сигнала. И повторные активации, они будут изменять активность мозга даже на одни и те же тесты. С одной стороны, это в тот же самый день, а если на следующий день это будет совсем меняться. У меня вопрос такой, делали ли вы просто на один тестировок, например, тестирование в один день и потом второй день, те же самые тесты, они меняются или нет? Потому что на периферию потом уходят реакции. Нет, все это, конечно, вещи, которые решаемы. Вопрос, который вы задаете, это тест ретест реабилити. Да. Реабилити, то есть, надежность, тест, ретест. И это, конечно, проверяется. Мы проверяли, так сказать, отличаются ли вызванные потенциалы в первой половине теста и во второй половине теста. И вы будете смеяться, но они не отличаются. То есть, мы перед тестом проводим около 10-20 проб, когда мы понимаем, что человек понял задание и правильно нажимает на кнопки. И после этого начинаем тестирование. То есть, вот, так сказать, ориентировочная реакция, она не включается. а вот пластичность мозга привыкания, оно практически не видно на протяжении теста. Это первое. Значит, мы, естественно, проверяли, делали исследование там в один день, а потом делали то же самое исследование там через несколько дней, через несколько недель, через несколько месяцев. Мы это все проверяли, все это опубликовано. и надо сказать, что вот это, так сказать, тестер-тестер-абилити, надежность, она очень высокая. Хотя, конечно, когда вы делаете второй раз, там есть небольшие изменения и во времени реакции становится быстрее и амплитуда там одного компонента на несколько увеличивается. там есть небольшие изменения, но эти изменения, они в относительных величинах они достаточно маленькие. Понятно, может быть, потом как-то можно будет обсудить и поговорить. Мне кажется, эта система выходит уже на стационар, вы вмеряете уже стационарный процесс. Но это сейчас уже времени мало. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо. Спасибо. Понятно, что часа нам не хватает, ведь мы надо будет как-то менять формат. Давайте поблагодарим Юрия Дмитриевича замечательную лекцию. Кто у нас тут и в зале есть, и так далее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.